привет друзья новый сезон новый ведущий меня зовут антон банкрошов и это тележурнал вид сверху выпуск 1 и не будем тянуть резину супер кубок единой лиги втб это генеральная репетиция для топ российских клубов перед стартом чемпионата прямо сейчас супер кубок единой лиги втб неофициальный старт самого что ни на есть официального баскетбольного года в нашей лиге 6 клубов 4 дня три страны и один трофей простая математика с главным неизвестным кто станет лучшим на разогреве перед началом чемпионата хотя нам кажется что баскетбольный год начинается чуть раньше и совсем с другой математики а не идем скорее узнавать бюджеты российских клубов единой лиги втб впервые в истории на верхней строчке находится не цскан зенит по расходам опередил всех и довел до лиги информацию о двух миллиардах двухсот пятидесяти семи миллионах рублей действующие чемпионы отстали от сине-бело-голубых на сто четырнадцать миллионов замкнули четверку лучших бюджетов локомотив и уникс стоит отметить команды попавшие в плей-офф уралмаш и енисей достигли высоких результатов при весьма скромных бюджетах 347 и триста тридцать восемь миллионов рублей соответственно по сравнению с позапрошлым сезоном среди всех полуфиналистов только у цска бюджет снизился остальная тройка команд в этом плане прибавила зенит лидер но еще с большим отрывом по зарплатам игроки и тренеры в петербурге получили за прошлый сезон миллиард и двести тридцать миллионов рублей для сравнения цска выплатил 780 миллионов локомотив почти 700 меньше всех потратили уралмаш и автодор 156 и 118 миллионов соответственно бюджет раскрывается для того чтобы было понятно откуда клуб берет деньги кто и финансирует их доходы и куда тратит то есть в принципе идея сергей борисовича когда он задумал это была честность предоставления финансовых документов клубы много тратят но и зарабатывают немалые деньги больше спонсорских взносов также выросли доходы клубов от продажи билетов арены лучше заполнялись да и матчей стало больше в минувшем сезоне рекорд обновился и было 307 четыре главных тяжеловеса по бюджетам конечно же на втб арене в москву на суперкубок уже приезжали команды из турции и сербии но одновременно из двух стран впервые стамбульский бешиктаж год назад уже выступал на этом паркете для белградской цирвены звезды это дебют в рамках предсезонного турнира всегда непросто в это непростое время пригласить иностранные клубы работа велась на протяжении практически всего года я очень рада и благодарна нашим иностранным клубом что они сегодня с нами были и другие желающие но приехали только эти еще ни разу зарубежные команды не добирались до финальной игры лучшее достижение год назад оформил венербахче под руководством димитриса и тудиса турки увезли с собой бронзовые медали этот суперкубок также место встречи старых знакомых против цска в составе цирвенной звезды сыграл бывший армеец дэн давидоватс кроме того у сербов есть экс игрок зенита коди миллер макентайр и бывший защитник уникса айзея кеннон это еще милош теодосич и джоэл баламвой до россии не доехали международному турниру международное освещение на матчах суперкубка работал популярный журналист из турции исмаил сеноу добро пожаловать в москву поделитесь вашими впечатлениями о поездке и о суперкубке я не ожидал ничего другого когда я приезжал сюда на игры евролиги уровень организации был таким же великолепным как и сейчас по моему прекрасная идея провести суперкубок как международный турнир в рамках единой лиги в тб с такими командами как бежиктаж и цирвена звезда уровень турнира высочайший да и это прекрасная возможность для российских игроков получить международный игровой опыт а у вас есть команда фаворит на этом турнире мне очень импонирует зенит и очень нравится работа тренера пускуаля с точки зрения тактики и нападения также конечно цска это бренд мы скучаем по цска в евролиге уникса другой стиль игры они более динамичные более скоростные и круто когда можно наблюдать такой разный подход в локом не нравится два российских игрока все влад ищенко и андрей мартюк также михал белиницкий из уникса это молодые российские игроки которые должны выступать в евролиге и очень жаль что их там сейчас нет но если наш коллега приехал в москву лишь на суперкубок то вот алекса аврамович в столице точно задержится переход сербского защитника без сомнения главный трансфер лета звезда сборной сербии лучший оборонительный игрок олимпийских игр в париже уже успел принести цска яркую победу в предсезонной игре своим точным трехочковым броском под самую сирену а теперь взялся и за дело на суперкубке итог мощный аврамович стал самым ценным игроком всего турнира алекса поздравляю судя по всему твоя адаптация книги прошла весьма успешно или еще рано судить я бы так не сказал наша команда выиграла это самое главное для меня по жизни мне не важны индивидуальные трофеи достижения я все делаю только ради команды сегодня у нас выдался отличный вечер и мы обыграли команду которая вернулась с минут 20 очков но мы смогли собраться сконцентрироваться и забрать победу говоря про команду расскажи как проходит твоя адаптация в коллективе ты уже успел подружиться с ребятами как они тебя приняли вы знаете я не самый скромный парень поэтому общаюсь с ребятами как будто я провел тут много лет и всех давно уже знаю я очень люблю россию горжусь тем что я выступаю за цска это клуб с великой истории для меня большая честь выступать за него ты только что приехал с олимпиады играл наравне с сильнейшими баскетболистами в мире что можешь сказать о нашей лиге понятно оценивая по предсезонному турниру но все же я могу с уверенностью сказать что уровень игроков лиги самый высокий против многих я уже выступал ранее в евролигии на других турнирах и конкуренция здесь очень высокая я не чувствую отличие этого турнира других на которых я выступал здесь собрано большое количество физически сильных игроков но будет очень сложно отставить звание чемпионов и сохранить за собой кубок так как чувствуется настрой команд на то чтобы обыграть чемпиона но мы к этому готовы мы были чемпионами в прошлом сезоне и хотим ими быть в этом большое интервью с аврамовичем смотрите уже в одном из следующих выпусков нашего тележурнала помимо звездного новобранца цска на суперкубке сыграли четыре баскетболисты цирвены звезды которые выступили на олимпийских играх в париже составе своих национальных сборных это бразилец ягода сантос а также бронзовые медалисты и сербии огнен добрич и урож плаш вич и все тот же давидовоц улучшить результат пенербах чек годичной давности цирвена звезда не смогла снова зарубежный клуб сыграл лишь в матче за бронзу если абрамович трансфер номер один то среди тренерских назначений главным ньюсмейкером этим летом определенно стал андрей видищев с 2003 года он работал в локомотиве генеральным директором и президентом а теперь болельщики увидели его на тренерском мостике заключительный день турнира подарил зрителям сразу три матча самым ярким из них оказалась битва за утешительное пятое место локомотив вернулся с отставания в 17 очков и в овертайме обыграл турецкий бешектаж со счетом 97 96 блистал на паркете молодой талант и дебютант взрослой команды всеволод ищенко а решающее попадание антониуса кливанда точно запомнится надолго в матче за бронзу встретились зенит и цервена звезда равная игра шла в первой половине но оборона паскуаля дала плоды сразу после большого перерыва сербы набрали всего 11 очков за третью четверть помимо пойтраса заметен был на паркете и александр щербенев год назад в финале суперкубка он бросал в кольцо зенита на победу теперь приносит пользу своей новой команде все таки приятное и поиграть под руководством такого тренера и с такими персоналями поэтому уверена все шансы на победу чемпионате как матч с команда евролиги то интересно должно быть да да прекрасно хотелось бы почаще иметь такой опыт спасибо большой лиги что есть такая возможность нынешней ситуации у нас играть с таким соперником особенно для меня как молодого игрока это бесценный опыт потому что я еще не застал евролигу не играл поэтому играть с такими командами для меня удается можно сказать раз в год чаби поздравляю с бронзовыми медалями как он суперкубок и как оцените выступления команды насколько команда готова к началу сезона спасибо впереди у нас длинный путь нам нужно улучшать себя по всем показателям у нас практически новая команда много новых игроков необходимо время чтобы сыграться но ничего мы только стартовали и надеюсь что мы дра с том уровне который нам нужен тренер вы были обладателями суперкубка два года подряд но не взяли чемпионство в лиге в первый год проведения суперкубка вы тоже взяли бронзовые медали стали обладателями кубка белого вы верите в суеверие нет нет никаких суеверий мы приехали сюда чтобы выиграть но у нас не получилось уникс был сильнее нас вчера теперь мы сконцентрированы на старте официального сезона зенит играл надежно и очень самоотверженно георгий жбанов не даст соврать цервена звезда повержена с разницей 13 очков а петербург собрал полный комплект наград суперкубка серебро первого турнира два трофея подряд и вот бронза на шее легенды российского баскетбола поделись как тебе суперкубок в этом году слушайте все сильные команды играли конечно все агрессивно в такую замечательную хорошую защиту но где-то получалось у кого-то где-то нет но хорошо что закончили на позитивной ноте естественно хотелось трофей забрать но надо понимать что все команды и цска и уникс они практически на протяжении нескольких предыдущих сезонов имеют свой костяк тех игроков которые играли поэтому а у нас практически все новые игроки и мы как раз сейчас строим коллектив и возможно это где-то и повлияло на нашу где-то несыгранность но ничего есть потенциал есть большие есть маленький таланта много но его надо немножко от шероховатости избавить этот бриллиант и что получилось все прекрасно в дальнейшем я думаю что все получится в матче за главный трофей кубок гомельского сошлись финалисты прошлого сезона цска и уникс лучшие баскетбольные теоретики и практики встретились в 2024 году уже в девятый раз до этого финала счет противостоянии был равный 4 4 подобно финальной серии армейцы смотрелись уверенно и в первой четверти набрали 22 очка пропустив всего 9 казалось интрига покидает арену как и марка снайд который получил травму и отправился на скамейку однако в третьей четверти усилиями новичка тони тейлора и михаила билиницкого разница в счете сократилась до одного точного броска из-за дуги как останешься выступление я считаю что мог бы получше потому что было несколько обидных промахов почти на пустое кольцо вот а так вполне неплохо сыграл могу и лучше могу лучше сто процентов какие мысли перед тем как встретиться искал уже через неделю реванш надо брать сто процентов делаем выводы из этой игры посмотрим видео разберемся свои ошибки и вернемся уже другую команду я уверен подвиг локомотива казанцы не повторили аврамович наиграл название самого ценного игрока турнира набрав финале 15 очков с шестью передачами классно провел концовку и капитан циска семён антонов еще один кубок остается в москве генеральная репетиция первого матча регулярного чемпионата состоялась команда пока что она великолепной форме прошлась по всем катком но я бы не сказал что мы прошли с катком нам есть еще над чем работать где у нас опять очков от локомотива в первом матче сегодня позволили казани вернуться в игру несмотря на то что у нас был прекрасный старт поэтому нужно работать над этими моментами нужно совершенствовать свою игру у нас прекрасный коллектив замечательным тренерским штабом я уверен что через неделю будет абсолютно другая игра смотрите любите баскетбол лига втб растет с каждым годом много новых симпатичных ребят и ветераны которые еще продолжают играть собственно смотрите за всеми все прекрасные все замечательные собственно и любите баскетбол баскетбольная примета если на паркете втб арены вы видите золотые ленты жди нового сезона единой лиги 21 сентября в москве уникс и цска откроют новую 16 главу пролог написан главные герои известны хотя повороты сюжета исключать нельзя нам точно будет за кем следить и о чем вам рассказывать кстати вместе с нашим новым ведущим передаем слово антону панкрашова конечно на этом месте я буду не всегда так как я все еще действующий спортсмен в этом году я буду играть за динамо владивосток но в тележурнале вид сверху есть пара рубрик в которой я могу залетать одна из них баскетбольные смешные надеюсь я в нее никогда не выпаду на календаре уже сентябрь а значит самое время вспомнить о лучшей игре с мячом баскетбол готов ворваться в нашу беззаботную жизнь наполнив ее радостью и весельем ну а помогут нам в этом конечно же баскетбольные смешные но для начала вспомним о лете где было место жарко баскетболу и веселье как например в матче парма и колумбия если забыть счет то игра порой получалась совсем равной то александр шашков оседлает соперника то дмитрий халтурин попытается найти новые способы реализации бросков суперкубок единая лиги втб последняя проверка перед стартом регулярного чемпионата турецкий бешенка шикзаменовал уникс или уникс проверял готовность черно-белых неважно но получилось весело вот проверка боем отжали на рейнольдса а вот наша любимая неточная передача ягодос сантос из рвены звезды испытал в деле знаменитые липкие щиты московской втб-арены а вот новички уникса и зенита тейлор кони и ксевер мун только привыкают к реалиям единой лиги втб но уже готова биться кость в кость новичок лока антониус клевленд показывает что готов к силовой борьбе но экзамен будет впереди и принимать его будет капитан цска семен антонов а вот никола калинич из церкви на звезды показывает свой уровень игры ногами сбивая лиги уже шарли из ска правда лучше всех ногами сыграл в том матче все-таки другой армеец амат мбай смотрите на его лоб и захват мяча и рук соперника как заявить о себе молодому игроку вредный совет от егора рыжевой зенита лука митрович прости но егор очень хочется играть азия канон хорошо знают единую лигу втб но кажется забыл что здесь не все решается силой сразу двое игроков лока за лето забыли баскетбольные правила кирилл тимиров и михаил видищев запоминаете линии созданы чтобы за них не заступать но главным героем суперкубка остался все-таки георгий жбанов mvp последних сезонов баскетбольных и смешных решил активировать режим халка и начал крушить все на своем пути проверил на прочность голову партнера и стойкость рекламного борта первое испытание было пройдено успешно а вот след панелью все оказалось сложнее георгий жбан но опять же я похож на человек который может сделать да ты прав и напоследок челябинск это не только хоккей но и баскетбол вы только посмотрите на гигантов которые будут теперь играть в этом городе и их промо ролик сезона и на этом все баскетбольный марафон стартовал а вместе с ним и баскетбольные смешные которые каждую неделю будут радовать вас подборками самых забавных моментов которые никогда не попадут хит парад лучших немного повеселились а теперь подойдем к самому важному для меня баскетбол я играю больше 20 лет каждый день я учусь этой игре и мне хочется поделиться с вами своими знаниями я буду путешествовать по городам россии и тестировать игроков единой лиги втб и первый выпуск тренировки с про мы записали в невероятно крутой локации нашим гостем стал мой большой друг капитан баскетбольного клуба мба маи евгений воронов начинаем салют друзья с вами антон панкрашов сегодня мы находимся в уникальном месте это город мурманск обалденная баскетбольная площадка на корабле такого никто не делал и сегодня у нас будет подготовка к сезону с моим другом бронзовым призером олимпийских игр игр игроком баскетбольного клуба мба евгением воронов женя привет 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 сейчас мы покажем вам сет упражнений которые мы используем непосредственно для чувства кольца и улучшения перед каждой игрой перед каждой игрой мне одинаковые ритуал ритуал да я выхожу и глаз как мы сейчас приоткроем ритуал предыгровой евгений ворона это очень круто это крутой материал у меня все просто я прихожу у меня 10 забитых с одной стороны потом 10 забитых то же самое только за счет кисти с другой стороны я завершил ближнюю дистанцию потом я отхожу на среднюю дистанцию у меня идет бросок одной рукой то есть я принимаю баскетбольную свою стойку с этого положения всегда бросаясь и у меня идет именно одной рукой работа без прыжка без прыжка только на технику погнали дальше значит у нас получается два лишние средние потом начиная с дриблинга дриблинг и одной рукой бросок соответственно я подбираю мяч и также одной рукой бросая потом я перехожу буквально еще две серии у меня бросок уже двумя руками но с показом я показываю то есть выложу мяч убираю его и вторым движением завершая бросок давай сейчас в общем у меня есть такая идея чтобы ты показал там несколько упражнений которые именно помогут в игре один на помогут в ситуации изоляции которые используешь лично ты для себя первое что я пытаюсь раскачать защитника либо джебами небольшими либо показаны этими движениями ты смотришь на что защитник что он хочет от тебя он закрывает право либо он например и если защитник очень близко подходит то соответственно это 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 этап таких мы называем сладкими это автоматически ты в любую сторону уходишь еще бы ручки высылал почаще то есть такие очень агрессивные а это молодое поколение не очень агрессивны и да и все время хотят выбивать мяч ты немножко сюда я предлагаю челлендж 5 попыток и и кто и кто соответственно больше забьет я буду защищаться вот уже дистанция уже да давай 1-0 хороший 1-0 петерочка да да 2-1 сейчас я уже буду защищаться уже где-то и что хорошо хорошо но это другое же это у него я уже завелся у меня вот это мы не проходили кровь по венам ладно 3 1 сюда да хорошо 4 1 ну как будто бы моя да сейчас я пятую защищусь хорошо и прыгну опять один давай защищайся ты же куда подожди а где я не знаю сразу с первой хотел меня видел видели да хотел мне тут за закрыть же не показал как он раскачивает составники но если мы говорим об угрыше с движения то базовая изоляция она начинается с очень простого движения тебе надо чтобы твой защитник сместился влево или вправо для этого есть так называемое скольжение мне интересно именно вот об этих базовых упражнениях поговорить со скольжением для меня например легче делать скольжение с ударом под ногой то есть можно делать просто перевод перед собой у вас задача за один дриблинг покрыть как можно больше пространства и просто можно даже по трех очковой двигаться в одну сторону в другую наш план изначально был пригласить сюда легендарного гостя и ты как никто подходишь под эту роль мы желаем тебе в будущем сезоне как можно меньше травм чтобы ты нас как можно дольше радовала своей игрой потому что ты самый возрастной игрок на сегодняшний момент лиги втб и на тебя будет супер пристальное внимание мы будем за тебя болеть и спасибо что ты был у нас гостях спасибо большое в конце нашей программы еще одна рубрика где я могу оказаться это хит парад вида сверху лично для себя ставлю задачу в этом сезоне хотя бы раз появиться в этом хит параде хотя бы по блату а пока смотрим лучшие моменты суперкубка единой лиги втб поехали открывает наш хит парад огнен добрич серба так вдохновил приезд на суперкубок что он просто парил над паркетом втб арены отмечаем старания добрича и даем ему пятую строчку нашего рейтинга цервина звезда белград циск забрал первый трофей нового сезона но помимо эффективности армейцы не забывали и об эффектности каспер уэр алекс аврамович и ливио жан шарль сообразили на троих и подарили нам отличный момент как по нотам циска москва все влад ищенко только-только делает первые шаги в основе локомотива кубань но уже дарит вот такие моменты для молодого игрока явно нет авторитетов и мануэльтерии из бешекташа может подтвердить шикарный обыгрыш один-в-один и мощнейший постер данк локомотив кубань алекс поэтрас явно соскучился по единой лиги втб а болельщики зенита по его данкам американский центровой напоминает всем нам что он умеет и в сезоне будет делать все чтобы вернуть сине-бело-голубым их 2022 год зенит санкт-петербург и наконец лучший момент суперкубка у антониуса кливленда было чуть более секунды чтобы принести победу локомотиву кубань в матче за 5 место но американскому новичку краснодарцев и этого хватило сверх дальняя трешка и безговорочное первое место в нашем хит параде ждем таких бросков в чемпионате локомотив кубань на сегодня все увидимся совсем скоро и не забывайте баскетбол это лучшая игра с мячом на планете земля